Ваши топливы не могут существовать, но помните, все ваше здоровье это ваш дух, потому в каком вы настроении работаетесь, как вы реагируете на реальность, это все связано с уже, напрямую отражается на вашем здоровье, очень сильно, а тут и питание, это включается много-много, но главное это эмоции, эмоции, какие провокации идут, сейчас происходит время, непростое, всем сложно становится, все переживают, нервничают, дерганы становится, и, соответственно, везде так и нервят как-то, как бы неосознанно укусить друг друга, вот вы и напрягаетесь, поэтому если вы поддаетесь этому потоку, то, конечно, это отскажение в физиологии очень сильное, то есть вы будете сильнее, больше-больше понять, тормозите этот процесс, больше улыбаетесь, благодарны. Проще, когда легче воспринимаете реальность, но вы с нахмуренной брови, вы не поменяете реальность лучшую сторону, нет, невозможно, а хуже сделать можете, потому что нахмуренные брови никак не могут принести какую-то радость или что-то исправить, никак, тут увеличите какое-то элемент напряжения, напряжение на чем не способствует развитию, все приводит к усталости и к разрушению напряжения, неизбежно, чтобы это не касалось. Снять напряжение можно только улыбнувшись, а смотрев проще, они могут лишить вас чего-то очень важного, жизненно важного, и вы попадаете в какие-то очень жесткие условия, но в обычных условиях, если вы правильно живете, это экстремальным не может быть условием, Поэтому это не может быть главной задачей, о которой надо говорить учителю. Учитель приходит не для того, чтобы рассказать, что вам садить, куда идти, как сделать одежды, и поэтому, соответственно, у него спрашивают такие вопросы, это не серьезно. Вы все имеете для этого, и вы вполне можете это все сделать. А главное, это другое. Грессирен, я несколько дней об этом спрашиваю. Я спрашиваю о том, когда Иисус Христос говорит, что стремитесь прежде всего в Царство Бога, Он говорит о главной человеческой потребности. Вот это главное. Именно потребность человека... А я уже то же самое сейчас сказал. Нет, ну я вот спрашиваю, правильно я понимаю? Именно так? Ну я тебе объяснил чуть шире немножко, то же самое. Ну да. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуй, учитель. Фермер Андрей. У меня вот какой вопрос. И по поводу единой семьи у меня вопрос. В свете последних всех постов и всего остального, ну и раньше все, ну понимание ясное, да, единая семья должна быть и не может быть, чтобы ее не было. Но случилась так в моей жизни, а там так и так финансовая система, так же, как и здесь. Вот вопрос. Я пытаюсь здесь выстраивать что-то подобие единой семьи, хотя бы в узком кругу, там человек 30, с которыми вместе здесь живу и пытаюсь работать, пытаюсь жить и со всеми пытаюсь выстраивать отношения. Ну по принципам последнего завета, хотя на самом деле подавляющее большинство не имеет, ну даже понимание ни про тебя, ни про последний завет. Это утопия или это хоть технически, хоть как-то возможно? Исходя из того, что ну туда никак пока нельзя. Все, что я сегодня сказал, уж успел. Вы делаете в меру своих сил. Так, как видите, главное не обмануть себя. Если видите, что по-другому ничего сделать не можете, а вот у вас есть какая-то идея, сделать вот так вот. Ну пробуйте. Как главное, не требуйте от ближних и от ситуации того, что вам на сегодня кажется правильным. То есть у вас есть какое-то представление, вы почувствовали, у вас что-то загорелось внутри, вам кажется, что так будет лучше сделать. Пробуйте. Но не трясите реальность, чтобы она соответствовала вашим желаниям. Потому что вы, достигая своих желаний, вы должны быть чуткими и прислушиваться тем изменениям, которые возникают по вашему пути. Если что-то надо перестроить, вы разменяете с учетом реальности какие-то усилия, опять изменяете что-то, перестраиваясь. Вы живо реагируете на требования, которые предоставляет реальность. Но не когда вы ставите требования перед реальностью. Поэтому ваши желания творческие какие-то, с каким-то хорошими мотивами, порывами, да и все можно присутствовать. Но у вас разные желания. У вас разные какие-то условия, у вас разное здоровье, у вас материальные возможности разные. То есть много-много-много нюансов какие-то, которые ставят вас в разные условия, где одно и то же вы не сможете сделать. Просто не сможете сделать. Но это же не значит, что если кто-то что-то делает большое, все остальные, ну все, пропали. Ну никак у них. Значит, ну все, отрезанный ломоть какой-то там. Вовсе нет. Вы все на своем месте. Если вы сами себя не обманываете, то вы делаете то, что именно от вас требуется. Просто будьте более гибкими. Ведь вся сложность в том заключается, что когда вы пытаетесь достигать какую-то свою цель, и вы увидите, что кто-то вас не понимает и начинает вам противоречиваться, вот это не надо осторожнее. Вот это к утопию никак не может относиться. Вообще любое действие, где бы вы ни были, и ваши какие-то пожелания добрые, они к утопию не могут относиться. Другое дело, они не смогут достичь какой-то точки, вершины, которые вы могли бы представить и хотели бы достичь. Ну такое вполне может быть. Что-то может быть неграмотно делаться, но этого не достигнет. Но это не означает, что это уже утопия. Нет. Потому что вы живете в данный момент. Сегодня вы увидели правильно. Вы действуете, старайтесь согласно тому, что вы видели. Вы живете. Это и есть самоценность. И надо жить. Сегодня, сейчас, в данный момент. Не потом, не прошлым, не будущим, не фантазиями, а сегодняшней реальностью. Видите правильно? Вперед. Завтра увидите по-другому. Сделайте по-другому, кто вам мешает. Не циклитесь на каком-то своем суждении. Не выставляйте его, как самое правильное. Естественно, говоря о чем-то правильном, допускайте. А по возможности, упоминайте, что ваше суждение вполне может быть даже и неправильное. Ну вот пока видится так. Поэтому и просите видиться так. Я буду делать так. Пока еще. Сможете убедить меня другому или как-то показать другой ракурс, который меня убедит. Сделаю по-другому. Но пока не увижу, делаю так, как умею. Все. Это и есть нормальная позиция любого из вас. Она оправдана уже этим. Вы так видите. Все. Вперед. Нормально. А не поддерживали я финансовую систему, как вы жили? Это слишком большая будет глобальная идея. Мы же говорим о том, что удается делать. Что посильно. Вот если видится сделать как-то по-другому, пробуем. Не получается. Так смысла нет задаваться вопросом, а не будет ли это во вред. Хотя по-другому сделать ничего не могу. То есть уже один. В петропавловку могу уехать. Нет. Пожертвовать чем-то другим. Чем? Здоровьем. Чем-то здоровьем. То есть можно я приеду, умру и будет благо всем. Нет. Не будет благо всем. То есть смотря, что нужно сделать. То есть я не прошу вас понимать. Посмотрите, насколько вы можете уместны. Не будет ли это просто провериванием. Не будет ли это просто кудрированным каким-то действием. Которое только что-то покажет, у нас будет бестолковым в смысле по сути. Зачем это бестолковое? Зачем демонстрировать какое-то показное явление? Можете сделать лучше. Сделайте лучше. Не можете. Сделайте посильнее. Пусть оно маленькое будет, но оно ваше. Личное. Ваше достойное. Ваших ценностей. Вы сделали от полноты той малости, которой обладаете. Не надо это сравнить с тем, что сделали другие. Вы имели маленькое. И это маленькое сделали. Это и есть самое большое. Это та же притча, когда приходили, бросали на церковь, на все это, в копилку. Разные люди. Богатые приходили, бросали большие деньги. Бедные приходили, бросали очень маленькие денежки сверху. Маленькие, скудненькие. То немногое, что у них было. И порой нужно было приводить вот эту параллель, показывая, что тот, кто этот нищий бросил маленькую монету, он на самом деле отдал больше, чем тот, кто приходил богатым. И вроде бы тоже много положил, гораздо больше, чем нищий. Но он отдал мало. Потому что он маленькую часть от всего того, что имеет, отдал на самом деле. А этот нищий отдал почти все, что имеет. Поэтому оно действительно самое большое именно для него. И тут сравнивать совершенно бессмысленно. Вы имеете разные возможности. А соответственно, если вы искренне сделаете, что посильнее вам сегодня, вы самое большое и сделаете, что от вас требуется. Самое большое.